Всех приветствую! Любовью Господа Иисуса Христа, дорогая Церковь, мир вам! Дорогие братья и сестры, друзья! И, пользуясь слушающим, я тоже хочу поздравить всех мам с этим замечательным праздником. Мне он нравится, я второй раз уже его праздную здесь. И это замечательное служение, которое доверил вам Бог быть матерью, иметь жизнь. И Бог дал Адаму Еву, и имя Ева, это жизнь, дал Адам, потому что она стала матерью всех живущих, и вы дети. И сегодняшняя тема, я думаю, она будет очень близка всем матерям, потому что сегодня тема – это рост церкви. И, видите, служение матери, если обобщить, надо, чтобы дети росли. Если дети не растут, это болезнь. Мать, мы и отцы тоже, все родители переживают, что не растет, если болеет, не растет, если еще психически, психологически или умственно что-то не идет и не развивается. Это боль, это боль, если останавливается в росте, если не двигается дальше ребенок. И поэтому вам будет понятно сердце Бога, который создал церковь, создал удивительным образом, создал через жертву Иисуса Христа. И каждый верующий во Христа Иисуса рождается свыше, получает рождение свыше, становится детем Божиим и входит в церковь. Собрание таких людей по всей земле, во все века называется церковью. И апостол Павел в послании эфисянам, давайте откроем, в 4 главе, мы будем сегодня читать с 11 до 16 стиха. Вот он сидит в тюрьме и очень много истин уже сказал нам о церкви. И одна истина у него в сердце просто горела, и он ее желал передать, чтобы рассказать нам, что церковь призвана расти. Чтобы расти, мы должны знать принципы роста церкви, которую вложил Бог в нее, как в творение. Давайте откроем послание эфисянам, 4 глава, с 11 стиха, у кого нет, я вот пользуюсь техникой, смотрите на экран. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и соединяемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Вот такие слова апостол Павел написал. Дальше он будет уже говорить более конкретно. И вот на это и учение, мы уже в 4 главе читали, что он решил сказать, чтобы мы были едины в Боге, чтобы мы ходили достойно Иисуса Христа, и самое важное достоинство всех Божьих людей, чтобы мы были едины. Едины были в вере в Евангелие, в вере в благовестие, и ценили эту веру в Евангелие так, как ценит ее Бог в нас. Потому что по вере в Евангелие, по вере во Христа Иисуса, Бог простил все грехи, дал жизнь вечную, и теперь мы, дети Божьи, ожидаем Его пришествия. И точно так же эту веру во Христа Иисуса надо, чтобы мы ценили в других, независимо, как Он поклоняется, как Он себя ведет, потому что Он уверовал во Христа Иисуса, и Он растет точно так же, как и ты. И еще Павел решил сказать, что вот мы едины во Христе Иисусе, и что мы все разнообразны в Нем. Это я повторяю основные идеи 4 главы. И вот сейчас Он важную истину говорит. Важная истина в том, чтобы мы знали, что Церковь призвана расти. Учение есть такое, и у меня такие мысли были, когда при уверовании, что все, я уверовал в Иисуса Христа, все, все, я же святой человек, я же уже на небе, все, мне больше уже ничего не надо. И я видел, что такие же мысли были у моих сверстников и у братьев и сестер, потом, когда Бог дал жить и расти в церкви, и потом было уже служение, пастырское служение. Я вижу, что многие люди видят, вот уверовали, все, Он все уже знает, ему дальше уже никуда не надо двигаться. А потом, наоборот, даже еще с другой стороны, я вижу, через года, через 3 или 4 жизни в Боге, в Церкви, во Христе уже у человека появляется кризис веры. И кризис этот заключается в том, а куда идти дальше? А что делать дальше? Мы же святые, мы же чистые, мы же праведные, мы очищены кровью Иисуса Христа. Что же делать? Добрые дела, так мы уже добрыми делами, не надо нам больше оправдываться. Мы имеем от Бога благодать, имеем его располагать к себе, не надо больше. И чтобы не взять, вот непонятно, чем же заниматься, преобладает, конечно же, учение, учение освящения. Бороться с грехом, учиться, вот об учебе мы мало говорим, хотя вот сегодня семинар. Я понимаю, пастора, многие призывают стать учеником Христа, потому что христиане, они стали называться христианами не сразу. А только вот в церкви Антиохии. А поначалу кем назывались последователи Иисуса Христа? Учениками. Учились. Учились у Христа, учились у апостолов, учились. А чему? И зачем? И для чего? И очень важное учение, которое Павел сейчас нам всем говорит, меняет наше мышление. Это рост церкви. И этот отрывок можно, конечно, по-разному разбить, и пять пунктов посмотрим. 11-12 стих, посмотрите, Павел будет говорить о лидерах церкви. Для роста церкви очень важны лидеры. Важны очень лидеры церкви для роста. И он ей будет говорить, и говорит о том, кто они такие, и для чего они поставлены. У них определенно есть цель. И если эту цель не соблюдать, если они сами не знают этой цели, роста церкви не будет. Второе мы видим, что Павел говорит уровень роста церкви. То есть уровень не начальный, а уровень как цель. Уровень, до какого уровня нам дойти в возрастании. Эта цель должна быть у нас нарисована перед глазами, и мы должны к ней идти. Потом Павел опять в 14 стихе скажет, кто мы в начале, вот при уверовании во Христа Иисуса, и в какой среде происходит рост церкви. И 15 стих. Главный принцип рост церкви. Я вижу, что Павел сделал на нем очень сильный акцент. Грамматический. А значит, он просто передает нам очень важный принцип. Очень важный принцип. И этот принцип помогает мне, и я вижу, может помогать всем, если его соблюдать в жизни. Это смысл жизни нашей. И пятый пункт, это в 16 стихе. Он у нас еще в сознании. Картина роста церкви, чтобы мы представляли, что же Бог творит. Итак, давайте внимательно смотреть на 11 стих. Ну и 12. Давайте его еще раз прочитаем. И он, я буквально скажу, дал. Стоит слово «дал» апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей. Почему я говорю «дал»? Потому что так стоит слово в оригинале, и это слово, оно неудобное, оно слово непонятное, и переводчики его пытаются перевести, и типа поставил. Но нам нужен контекст. Почему же все-таки дал? И Павел, он же только что привел место Писания из Псалма, что Иисус Христос, это пророчки Псалом, что Иисус Христос, когда умер на кресте, Он был три дня в преисподней, а потом был воскрешен из мертвых. Этот праздник мы праздновали. И был вознесен на небеса. И Он, написано, воспринял славу и наполнил собой все. Все, что Он оставлял до воплощения, Он воспринял это после вознесения. И что Он сделал? И Он, написано, дал дары человека. И Павел толкует, что эти подарки, эти дары, Он дал Церкви, Он для Церкви, для всех, для нас дал подарки. И эти дары, это духовные дары Духа Святого. Эти дары каждый из нас имеет. И Писание, Библия, говорит это в разных местах, напоминает нам и говорит, что когда мы уверовали во Христа Иисуса, мы получили Духа Святого в свое сердце. А вместе с Духом Святым у нас появляется дар. Это дар, то, чем мы не обладали, что мы раньше не умели. Это дар имеет смысл, имеет цель. Это дар для, уже мы можем потом говорить, в 12 стихе, для, очень важно, для созидания Церкви Христовой. Для того, чтобы Церковь росла, чтобы мы служили этим даром другим. Но Павел здесь перечисляет дары, их пять. И что мы можем сказать? Это не все дары. Здесь пример. Апостол Павел, он апостол. Бог его поставил на это служение. Это высокое, сильное служение апостола. И все равно, в силу того, что мы все люди, мы говорим о том, что нам близко. Был бы он, совершал бы какое-нибудь другое служение, он примел бы примеры другие. Но из-за того, что он апостол, он решил показать дары лидера в Церкви. Лидера в Церкви. А во-вторых, эта мысль о лидерах, она очень сильно, мы говорили, Павел хочет сказать о том, чтобы мы росли в Боге. Росли и каждый в Церкви, и лидеры. Настолько вот здесь я вижу гармоничное соединение. Я думаю, Павел ликовал и радовался тому, что так получается красиво показать и пример, и учение. На самом деле, вот с 11 по 16 стих здесь сильное послание для лидеров Церкви. Потому что не секрет, что мы все люди, и у нас всегда возникнет вопрос. Даже на том месте, где нас Бог поставил на служение, служение матери, или служение пастора, служение миссионера. Что же делать, Господи? Что Ты хочешь от меня? И здесь очень сильное послание. И Павел даже вот учит и Церковь, и лидеров. И он перечисляет. Апостолы. Кто это такие? Апостолы – это, конечно же, люди, которых избрал Иисус Христос. Апостолы, он их назвал таким словом, но до того, как это слово услышали, вот в христианский мир это слово существовало. Так называли корабли, императорские корабли, которые не людей, а корабли, только корабли, которые вот был уполномочен от императора с каким-нибудь посланием, с каким-нибудь законом для определенной страны или территории. Потому что Рим в то время владел огромнейшей по тому времени территорией. И императоры управляли своими указами. Интернета не было, почты курьера не было. И вот, может быть, да, курьерский поезд, сравнение. И вот на корабле, который назывался Апостол, посланник имел послание и авторитет самого императора, чтобы заявить правителям того, той территории, подчиненной или всему народу, вот Апостол. И Христос назвал своих учеников Апостолами, потому что это именно отражает именно служение и поручение от великого царя царей, передать послание для церкви, передать послание всему миру, потому что он царь царей, а послание, мы знаем, это Евангелие, это апостольское послание. И это очень важно, чтобы мы понимали, это апостолы. Апостолы, в другом месте, Павел говорит, что они являются основанием для церкви, основанием для всего учения, потому что то, что апостолы провозгласили дальнейшее учение, развитие учения, евангельского, христианского учения, мы все время должны возвращаться к их учению и проверять свое учение, согласна ли она с учением Иисуса Христа и апостолов, или противно ему. Если согласны, мы развиваем это учение, если оно против этого учения Христа и апостолов, против учения Евангелия, то мы это учение оставляем, или учение так проверяем. Вот это очень важный момент. Второе служение Павел выделяет – это пророки. Пророки буквально, мы о пророках слышали и читали в Ветхом Завете, и в Новом Завете тоже были пророки. Буквально это люди, которые провозглашают Божье Слово. Провозглашают Божье Слово, они знают Его, или знают Его из Писания, из книг, или Его знают через Откровение. Это пророки. В то время, в первой церкви, Библии не было, Нового Завета не было. Люди только, вот к тому времени, как Павел пишет это послание, Ефесянам, это 60-е, 56-е, начало 60-х годов, Библии как такового нет. Может быть, может быть, пару Евангелий было, а как такового Нового Завета не было, Он только писался, и церковь, такого Божьего Слова, как мы с вами имеем, не имела, и Бог дал пророков. Пророков, которые говорили слова Иисуса Христа, которые говорили Слово, и поэтому мы читаем о пророчествах, читаем учения о пророчествах, вот в первом послании Коринфянам, 12 по 14 главу, как же относиться к пророчествам? Конечно, это служение очень прославлялось, пророки, и оно было в прославлении, но в Коринфянской церкви была проблема в том, что одни служения, одни дары прославлялись, а другие уничижались, Павел говорит, все наполнены Духом Святым, одним и тем же Духом, и все дары Духа Святого, все дары равнозначно ценные, они очень нужны, крайне нужны, и поэтому вот дар пророчества, вот я оговорился специально, чтобы, да, вот бы мне такое иметь, но сейчас современно мы можем сказать, дар пророчества это дар проповеди, проповедники, и он виден, что есть, у некоторых есть дар проповеди, проповедников, у других нет, потому что некоторые братья говорят, я бы лучше вот занимался другим, чем выйти и говорить, говорить, я даже не знаю, о чем говорить, и как говорить, я пытался говорить, у меня не получалось, и это не значит, что ты плохой или второго сорта, у тебя есть другой дар, это очень важно, вот дар пророчества, пророчества или проповеди, дар евангелистов, очень важны лидеры, это евангелисты, люди, которые проповедуют Евангелие, Евангелие, это весть об Иисусе Христе, это короткая информация, небольшая информация, о том, что человек по имени Иисус, молодой, тридцатилетний, из небольшой деревенки, в то время назывался уже город, Галилейский Назарет, что он Бог с неба, воплощенный Бог с неба, что он умер на кресте, воскрес из мертвых, и что он вознесен и сейчас управляет всем, что он Бог с неба, воплощенный Бог, это Евангелие, и евангелисты, это те люди, которые проповедуют Евангелие, те, которые чувствуют Евангелие, те, которые дар, дандар, которые умеют достигать людей Евангелем, те, которые понимают людей, те, которые просто настолько беспокойны, если не звучит Евангелие, они плачут, они переживают, волнуются, они будоражат церковь, мы говорим, если церковь, я еще заметил у евангелистов, дар, если церковь немного уходит с евангельских позиций, на какие-нибудь другие позиции, социальные какие-нибудь, гуманные позиции, там, законные, законнические позиции, многие позиции может занять церковь, евангелисты, они начинают теребить, они говорят, мы уходим от евангельских позиций, мы уходим от значимости Христа, от значимости веры в Иисуса Христа, от прославления Христа, они, я тоже это думаю, это дар евангелистов, которые чувствуют Евангелие, говорят Евангелие, которые ценят Евангелие, и проповедуют Евангелие, это очень важный дар Для церкви И эти евангелисты Я их в многих церквах был И я вижу всегда Машины все паркуют У них не одни они выходят Обязательно откроют двери Вместе с ними кто-то еще Соседи, друзья И они их постоянно приводят Всегда кому-то стучат Где-то кого-то цепляют Вам надо в церковь И вот это очень важное служение Они приводят новых людей Это замечательный дар Нужный дар для церкви И следующее Следующее служение Оно соединяет пастыря и учителя Некоторые Вот в проповеди И книгах я читал Их разделяют Есть пастыря, есть учителя Пастыря буквально это пастухи Пастухи Ну сейчас в современном обществе пастухов Редко увидишь Но книги читали, фильмы смотрели Пастухи это те, которые пасут овец Там коров Ну в Израиле в основном овцы были В основном Это пастухи И Но не о пастухах Вот таких вот обычных Речь идет Речь идет о служении в церкви Это дар у людей Они Вот уверовали И тут же может быть На следующий день А может быть еще Только они встают с колен У них желание Чтобы Заботиться о церкви Чтобы кормить Людей Чтобы если кто-то отбивается Привезти Сердце у них просто Вот такое И в этом сердце У пастуха Просто не тесно Это Замечательные слуги Они переживают Когда даже вот в семинаре Учился И рядом были вот братья Я видел одаренных Пастухов Им Они постоянно поднимали руку А как я могу это применить в церкви А как это поможет людям У них Им мало голового учения Вот сухого Догматического Им нужно Вот А вот у меня вот Случай церковь Вот сестра там ушла Или вот брат Было такое Как вот Что вот мне им сказать Как их подкормить Как их подлечить Вот это дар Пастырей Пастырей Это очень Это можно Современно сказать Душепопечители Это люди Которые Просто Озабоченные Озабоченные Чтобы кормить Питать И Заботиться Лечить Людей Словом Божьим Конечно же Или добротой Душепопечительством Вот это дар Пастырей И Еще один дар Он соединен С пастырями Видите Это учителей Учителя Это люди Которые Знают истину Но еще Кроме того Чтобы знали истину Уметь надо Ее и передать Потому что Часто бывает Может сами замечали Или вот мамы Да Мамы Родители Вот спрашивать тебя Ребенок Вот я знаю А научить Не могу Или пытаюсь учить А он что-то усваивает Не то что я говорю А обратное Не хватает дара Способности Научить И Бог дал церкви Вот лидеров Которые умеют Преподать истину Передать истину Самый великий Наверное Вот этот дар Яркий видно Это был во Христе Иисусе Он не только знал истину Он Передавал ее И передавал Не просто так Там Грустным Таким языком Как книжники Фарисеи Те тоже знали истину Те книжники Того времени В Израиле Система обучения Поставлена была На высокий уровень Но она не работала Она даже Приносила эффект Обратный Книжники Встанут Учить Да Народ Божьему Слово А у народа Божьего У Израиля Обратный эффект Не любили И не хотели Не ходить Ни в синагогу И не верить А по-своему как-то И тут приходит Христос И за ними идут толпы людей Толпы С разных мест С разных территорий Идут за Христом Почему? Потому что Великий учитель Он Преподавал Богословие Он передавал Божье Слово Популярным языком Он работал Над Божьим Словом Он соединил Он очень много Использовал Элементов Литературы Он Как филолог Он как Человек Наверное Это наука у нас Лингвистика Он очень много Говорил Вот эти литературные произведения Притчами Историями Рассказывал Божье Слово Передавал истины И народ Шел за ним Потому что Он говорил Не как все остальные Он разбирался в этом Он был как власть имеющий И был твердо уверен в этом Сам И передавал Вот такие учителя И Все бы хорошо Вот эти лидеры Эти служения Очень важные Очень нужные Но Они ничуть Важнее Служения матери Сегодня же праздник Надо возвращаться к этому Служения матери Но и здесь Среди сидящих Мам Матерей Наверняка есть вопросы Господи Ну что же А зачем ты дал мне Вот этот дар Быть мамой Что ж мне делать-то И 12 стих 12 стих Что Павел дальше говорит Что эти дары Эти служения Все остальные Они даны Для трех вещей Смотрите Видно, да Цель лидерства И Павел Павел буквально Перечисляет По пунктикам Первое Совершение святых Совершенствование Второе Это Дело служения И Третье Это Созидание Или строительство Или дома строительства Тела Христова Тела Христова И это Очень важно Очень важно Давайте на них Посмотрим Эти пунктики Первое Совершенствование Святых На самом деле Фраза Когда быстро Читаешь Вроде все понятно Верующего Христа Иисуса Это Святые люди Святые Святой Это значит Отделенный Буквальное значение Отделенный И в еврейском И в греческом Практически Одно и то же Значение Отделять То есть Бог Когда говорит Освятите Мне Левитов Это значит Отделите Мне Я осветил Тебя Это святое Это отделенное Здесь никто Не может быть Оно отделенное От людей Отделенное От мира Это святое Вот это Самое коренное Значение Отделить Христос Когда говорит Что Освяти их Истину То есть Когда людям Мы слышим Истину По-любому Мы ее Принимаем Мы отделяемся От мира Мир не знает Истины И тут же Становится Ну как На другую позицию Против нас И Иисус Когда говорит Я за них Посвящаю себя Это вот В пятнадцатой Главе Вернее В семнадцатой Главе Когда молитва Пересвященническая Я посвящаю себя За них Чтобы были освящены Там Игра слов Посвящаю Стоит в оригинале Тоже Освящаю себя Ради них Ну Давайте так Я отделяю себя Для нас Для За нас С вами Чтобы мы были Отделены Для него То есть Мы Отделены Для него Он делил Для себя Для нас Мы Вот таким образом Освящены Мы с ним Соединены Бог отделил Нас Осветил Нас Конечно же Идея святости У нас Немного Другая у нас Идея святости Это значит Совершенно не грешить То есть Вот грех И святость Да Антонимы Но Это понятно Оно понятно Откуда происходит Но это не самое главное Конечно же Отделены Для Христа У Тот Кто у Христа Рядом Со Христом Мы Не должны Грешить Мы не можем Грешить А если И согрешаем То Наша природа Возрожденных Людей Она просто Не дает нам жить Мы хотим Избавиться От греха Мы каемся Мы исповедуемся Мы Это признак Рожденного Свыше Который прописан В первой главе Первое послание Иоанна Что Дети Пишу вам Чтобы вы Не согрешали Но если Кто согрешит Мы имеем Хадаты И Верующий в него Не грешит А если Кто согрешает Там игра слов Вернее Не игра слов Там есть идея Грешить Всегда Постоянно И согрешать То есть Когда мы были Вне Христа Люди Без Бога И мы Когда были без Бога Мы жили в грехе Мы его пили Как воду И даже не чувствовали Это Как только мы уверовали Даже если мы Согрешаем Мы ненавидим грех Наше отношение К греху Поменялось Это признак Один из признаков Рожденного свыше Изменения Отношения К греху И вот здесь Казалось бы Святые Это значит Параллельно Параллель Какая должна Синоним Это значит Совершенные Правильно Святые Совершенные Но у Павла Он наше сознание Меняет Он смотрите 12 стих Что лидеры церкви Вот задаются вопросом Зачем мне надо Слушать Что мне надо Делать Господи Мама тоже Справит Что мне надо Делать И Бог нам Говорит Видишь Вот этих Святых людей Они Несовершенные А их Надо Совершенствовать Господи Ну они же Святые Они же должны Уже Не ругаться Не обманывать Не воровать Ничего Они же Святые Иисус говорит Нет Они Несовершенные Святые Или даже Больше сказать Совершенно Несовершенные Святые Хотелось бы Ой-ка хотелось бы Чтобы Господь Вот только уверовал И сразу же Вот стал совершенным Да Язык чистый Разум Совершенный Поведение Правильное Правильное Цели знаем Причины знаем Библию знаем Все знаем Реагируем На все Ситуации Правильно Как бы хотелось Но нет Такого Бог Оставляет В нас Природу И это Учение Вот Пятой И даже Седьмой Главы Послания Римлян Апостол Павел Объясняет Наше Нахождение Во Христе Иисусе Что у нас Есть дух И у нас Есть Плоть Это наша Жизнь Бог оставил Плоть Плоть Это не тело Не вот Не руки Все про тело Иисус Павел говорит Что тело Это Храм В котором Мы живем Тело Это Великий Подарок От Бога Никто К своей Плоти К телу Не имеет Ненависти Это в контексте Послания Ефесян Апостол Павел Говорит Но греет И питает Ее Это про тело А в послании Римлянам Это было Слово Я бы так сказать Профессиональное Слово Которое Догматическое Слово Плоть Это назван Весь греховный опыт В котором мы жили Без Христа Иисуса До уверования Потому что Мы же жили Как-то без Бога И смотрим на людей Которые живут Без Бога Они же живут И выживают И неплохо Иногда живут Но они как живут Без Бога Этот опыт греховный Безбожный Накапливался Тысячелетиями И вот Он внутри нас Практически На генном уровне Потому что Вот эти вот Они в виде девизов Уже Не соврешь Не проживешь Не украдешь Опять же Как Не проживешь Наглость Это Ну откуда вы это знаете Откуда вы это знаете И тут Это все Оставалось Конечно же Если Хотелось бы Чтоб весь Вот ты Господи Вот этот Греховный опыт Сотри Но кем мы тогда Сразу станем Детьми Дети тоже Не имеют Опыта жить Мы их учим И у нас Под потребности Способности у детей Всасывают Вот этот опыт жизни С молоком матери С трех до пяти лет Ребенок учится Всему практически А если вокруг Только один грех И безбожие Как он выучился И как мы выучились И поэтому Мы уверовали все Во Христа Иисуса Это аргументы привожу Что мы все Несовершенные святые И нам надо Совершенствовать Это слово Один раз встречается В Новом Завете Это слово чаще используется Как виде Однокоренное слово Глаголы Эти глаголы Потребляются Когда вот Иисус встречает учеников И ученики Чинят сети Вот это слово Используется Катарстия Что они Чинят сети Когда рыбачат Рыбаки Рвутся сети И вот их чинят Восстанавливают Мы тоже Как пришли к Богу Как порванные сети Это слово Используется В медицинской литературе Вне библейской В греческой Как в правлении суставов Как в исправлении Болезни Вот точно так же Мы приходим к Богу Уверовали Но мы все Изранены Сердца разбиты Души разорваны И Это все надо Исправлять Это все надо Лечить Это надо вправлять И вот смысл служения Лидеров церкви Для того чтобы церковь росла Чтобы Это все исправить Чтобы евангелизировать Исправлять Чтобы пастырями быть Исправлять Чтобы лидерами в семье Быть мамой Чтобы исправлять Подправлять детей Исправлять То что испортил грех То что изломало Разбило без Божия Исправлять это все Божьим словом Истинное Евангелие Исправлять И если это не сделать Если это лидеры Не исправляют Если Преплодает учение Что только уверовал Все Тебе больше ничего не надо Ты уверовал у Христа Все Тебе сейчас вот-вот-вот Придет Христо И заберет тебя на небо Это хорошее учение Так и есть Но если У нас Как у лидеров Церкви У лидеров семей Не сформировано понятие Что уверовал Это только Начало Это только произошло Рождение Тебе надо Расти в Боге Расти во Христе Исправляя все Травмы души Травмы всего Травмы сознания Исправляя Вот это лидерство Должно быть И конечно же Еще два Момента Это для Дела служения Казалось бы Что такое дело служения Если бы не Слово Дикания Дикания Это конечно Большая посылка На то Как принципы Служения Иисуса Христа Потому что Есть два Понятия Служения Два Понятия Лидерства Это когда Лидер Во главе Когда всем Управляет Когда одни Директивы А второй Тип Лидерства Это служение Когда лидер Понимает Что у него Есть огромные Ресурсы И силы Но он Это не для Директивы Или подавления Использует А для того Чтобы Служить людям Находя в них Проблемы И трудности Чтобы Используя Все свои ресурсы И власть Помогать людям Помогать Исправляться Иисус Своих учеников Учил Те хотят Своить старшими Кто будет главным Помните эту историю Он их несколько раз Этот урок проводил Потому что Он не сразу усваивается Мышление медленно меняется Он потом Выбирал ребенка Я представляю Приводил ребенка Кудрявого Кучерявого Еврейского ребеночка С такими глазками Он говорит Вот Кто это Они смотрят На ребенок Ну что это такое Кто не умолится Как это дитя Вот вы Помните еще один урок Сильный Потрясный Эмоциональный Стрессовый урок Он им преподает Он берет Он берет Припоясался И помыл им ноги Больше всего Впечатляет Это людей Конечно Эмоционально Кто был Самый эмоциональный Петр Ты не умоешь Ног моих вовек Это потому что Вот Это потрясающий урок Ты не знаешь Я сейчас Расскажу Петр Ты мне мешаешь Тогда умой всего Ты омыт Я сейчас узнаю Сейчас узнаешь Я преподам урок И такое же было У всех в сердце Просто эмоционально И у них Все на поверхности Он показывает Все что у остальных На сердце И вот он выходит Вы называете меня Кем? Господином И учителем И правильно делайте Ибо я есть то И продолжает Иисус Преподавать урок Для всех лидеров Для от апостола До пастыря и учителя И до матери И до родителей Потому что Есть тоже Подход к родителям Кто такая мать Кто такая Кто такой Отец Это те которые Должны управлять Или служить своим детям Иисус говорит Вы меня правильно Называете Господин И учитель Ибо я есть то Но если я Господин и учитель Умыл ноги вам Точно так же Умывайте друг друга Этот урок Не из-за того Что вот Как некоторые Толкуют его Что вот нам Буквально это делать Это значит Недостатки Несовершенства А мы про них Только что говорили Потому что мы Какие святые Совершенно Простите Несовершенные Полны недостатков И свое служение И свое служение Потенциал Свои дары Лидеры должны Использовать Для исправления Этих недостатков Вот оно что такое Дело Служения И третье И третье Что Бог дал Лидера в церкви Лидера в церкви Для того чтобы Вот Строители Тело И вот эта идея Строительства Возрастания Церкви Это Как у растения Как у дерева Или как у ребенка Как у человека Мы призваны Расти И это Понимание Понимание Должно быть у лидеров То есть Когда мы Думаем Как лидеры Вот у нас есть Дар Желание Благовествовать Или учить Или там Лечить Помогать Людям Или Распространить Божье Слово Или служить В церкви Какая главная Идея Чтобы сделать Такого Чтобы церковь Подросла Чтобы люди Еще больше Выросли Во Христе Иисусе Чтобы еще Лучше И крепче Утвердились В вере В Евангелие Возрастали Во Христе Вот это И у матерей Тоже Чтобы помочь Ребенку Пока есть Еще связь Потому что Этот потенциал Этот кредит Который Бог Дает родителям Особенно матери Привязанность Ребенка Она не всегда Такая будет Особенно у сыновей Мне мама Все время В укор ставила А ты уйдешь А ты всегда Забудешь Про мать Ну Что поделать Я звоню Периодически Я люблю ее Но Я не могу Быть рядом с ней А девочка По-другому Дочери рядом И она очень переживала Что я не девочка Внушила комплекс Правда С этим Но Важный момент Чтобы Дети росли Дети росли Чтобы церковь росла Чтобы верующие Во Христа Иисуса Возрастали Чтобы сегодня Ты еще лучше Веровал во Христа Иисуса Чтобы Ты еще Более Посвящен был Ему Чтобы ты еще Больше знал о Нем И крепче стоял Потому что Мы Несовершенно Святые Несовершенно Святые И Нам надо Ити дальше И давайте Посмотрим 13 стих Павел Показывает Здесь Уровень Рост церкви Уровень Не тот Который у нас Сейчас А уровень Которому Надо стремиться Надо стремиться И он Его Можно Некоторые братья Говорят Исследователи Текста Что это Павел Говорит Об одном И том же Уровень Называя его Синонимично Такое слово Есть Одно и то же Состояние Разными словами Или может быть Ну чтобы посмотреть С разных сторон Чтобы все люди Поняли До какого уровня Идти Или может быть Это Разные три Состояния Но давайте Прочитаем Доколе Мы все Придем Все придем В единство Вера И познание Сына Божьего В мужа Совершенного В меру Полного Возраста Христова Три момента Видите Три момента Давайте Это Единство Веры Познание Сына Божия И Мужа Совершенного И Мера Полного Возраста Или давайте Так Буквально Переведем Мера Возраста Полноты Христа Мера Возраста Полноты Христа Посмотрите Как Павел Павел Начал Эту Фразу Получается Смотрите Картина Строим Бог дал Лидеров Или Мы все Должны Служить Друг Другу Помогая Исправляться Изменяться И до Возраста Он не должен остаться ребенком, потому что многие матери допускают ошибки, что на днях слышал, на вечеринке, на одной, где собрались. День рождения было, дети играют, 6 лет ребенку, а он в памперсе. И бежит такой, и раз остановился, ну видно, сходил в памперс, побежал дальше. Маму спрашивают, ты чего, почему он у тебя в памперсе? А, ну, не могу отучить, или он сам отучится. Серьезное служение. Надо еще учить самостоятельности, самостоятельности, чтобы он был развит, правильно развит. И точно так же во Христе Иисусе лидеры церкви должны вот исправлять и развивать гармонично людей, чтобы люди работали над своими недостатками, чтобы были самостоятельными, совершенными. И вот эта идея, вот Павел говорит, чтобы мы все шли. Путь христиан, видите, он описан путем. Это путь, путь за Христом. Иисус тоже это учение использовал, что в широк пространен путь, куда? В погибель вечную. А узок, путь, который ведет в жизнь вечную, за Иисусом Христом, это путь. И вот мы идем все этим путем. Это надо понимать свое значение, что мы уверовали, а теперь надо идти. Идти, а куда идти? В какую сторону? И вот эта сторона описана. Давайте на одни несколько слов. Первое. Единство веры. Мы уже говорили о единстве. Единство веры. И наверняка я вижу, что Павел говорит, это не только вера и познание Божьего Сына. Вера и познание. И вот оно, единство. О чем это говорит? Он говорит, что все-таки, когда мы веруем во Христа Иисуса, когда мы уверовали, пришли, мы все, надо быть честными и признаться, мы все уверовали по-разному. И вот эта разность, она и разнит всех нас, и разделяет нас. Разделяет, потому что Бог каждому из нас открылся понемногу. Открылся какой-то частью своей природы, своего величия, своего творения. И почему? Чтобы мы, ну, то есть для чего? Чтобы мы помогали друг другу познавать Бога. Отсюда происходит взаимозависимость, отсюда происходит общение и взаимное обогащение Богом через общение. Но когда мы говорим в силу своего недостатка, так, я уверовал, я правильно уверовал, я православный, только так, как я верую правильно, а остальные неправильно веруют, это вот мы, все, церковь не будет расти. Никуда не вырастет она, до тех пор, пока не справится. История церкви, я вижу, казалось бы, две тысячи лет, мы должны уже так Бога знать, такие быть едиными. Но есть ответ. Эта картина, конечно, которую Павел сейчас нарисовал, она идеальна. И как только мы ее теряем, церковь делится, церковь рушится, разрывается, но не растет. Как только мы вот это истинно усваиваем, и это истинно меняет наше мышление, мы ее понимаем, мы понимаем, что я уверовал во Христа Иисуса, я понимаю Евангелие, но я все равно ее принял с этой стороны. Евангелие настолько универсальное, настолько поглощающее все культуры, все времена, все его могут понять, от образованного до маленьких детей, все его, Евангелие можно достичь всех людей в этом универсальности. Это великое чудо и божественное происхождение. Нет таких истин больше, никаких, чтобы достигло всех, со всех континентов и со всех эпох и времен. Но все равно оно достигло нас, и чтобы понять многообразие благодати, величие, разнообразие благодати и Евангелия, нужно время, нужно в этом вырасти. И Павел, я думаю, именно это называет единством веры во Христа Иисуса. Потому что самое важное, в кого ты веришь и что ты веришь, а второе, второстепенно, как ты веришь, как ты Ему поклоняешься. Потому что для Иисуса Христа, это, конечно же, тема, которую Павел поднимает и объясняет с 12 по 14 главу послания римлянам, он там говорит, ну, я несколько моментов возьму, что для Иисуса Христа, обратите внимание, некоторые из нас решают не есть мясо вообще, а некоторые считают себя свободными. Некоторые для Иисуса Христа соблюдают все дни, недели, праздники, да так еще, но для Христа, а некоторые все дни считают равными. Некоторые никогда не будут пить вина вовек, а некоторые говорят, что это тоже. Вы чувствуете, все это делают для Иисуса Христа. Некоторые не будут хлопать, а другие будут танцевать. Некоторые не будут для Христа, там убивают себя. Павел говорит, живем ли мы или умираем, слышите, да, это, кстати, русское, славянское поклонение. Мы хотим поклоняться, тут же начинаем вредить своему здоровью, да, это наше мышление. И для братьев из Германии, из Америки, наше поклонение диковато немного. Мы тут же начинаем вредить себе, тут же. А нам, наоборот, их свобода немного не нравится. Но все это мы делаем для кого? Для Иисуса Христа. И все это поклонение Христу принято? Он его принимает? Принимает. Он всех принимает, те, кто делает это для Иисуса Христа. Это тяжелое учение, но это евангельское учение. Проблема в ком? Христос их принимает, а мы не принимаем. Так кому надо поменяться, Христу или нам? Нам надо поменяться. Именно об этом Павел говорит, и говорит, что нас должно объединять вера во Христа Иисуса, о поклонении. И вот в этом единство познания Сына Божьего. И вера, единство веры, вот до этого надо идти и работать над сознаниями людей, избавляться от своего шовинизма, от национализма, избавляться от своего перфекционизма, от эгоизма и всяких измов дальше, которые разделяет церковь. Возвращаться ко Христу и к Евангелию. И доколе придем в единство веры и познания. И мера... А, муж совершенный. Муж совершенный, хотя тут праздник матери, а речь идет о муже, о мужчине. Давайте скажем, что это образное выражение для человека. Совершенный человек. Павел не первый раз говорит, и в послании, во втором послании к Орифинам, он когда описывает свое служение, мы, говорит, служим, чтобы... Наш смысл служения, чтобы предоставить всякого человека, каким? Совершенным перед Богом. Вот смысл нашего служения. Здесь та же самая идея лидерства церкви, лидерства и каждого из нас, служения своими дарами, чтобы каждый из нас стал совершенным. Совершенный – это какой? То есть совершенный характер, совершенный разум. То есть надо учиться, надо развивать свой разум. Совершенная память, совершенное поведение, совершенная поведенческая функция, потому что что нам делать с нашим гневом, с нашей ленью, с нашей вспыльчивостью, с нашим непостоянством? Это все недостатки, над которыми надо работать нам самим и помогать, особенно лидерам, помогать избавляться от недостатков, придумывать проекты, конференции, проповеди, ретриты, все, что у нас, ресурсы все наши есть, деньги все, для того, чтобы стать совершенным. Каждому из нас, во всем, во всем не останавливаться. И Павел красиво сказал, полнота возраста Иисуса Христа – это красиво. Я думаю, это об одном и том же. Кто у нас был самым совершенным человеком здесь, на земле? Иисус Христос. Хотите быть совершенным? Смотрите на Христа. Хотите стать совершенным? Читайте Евангелие. И посмотрите, как Он учил, как Он обращался с родителями, как Он обращался с врагами, как Он обращался с учениками, как это совершенство, как Он молился. Какое у Него было отношение с Отцом? Это идеал, к которому всем нам надо стремиться, полнота возраста Иисуса Христа. И это уровень, мы должны держать сознание, должны держать как цель. Павел говорит, здесь стоит противительный союз, чтобы мы больше не были, чтобы мы больше не были. То есть Павел говорит, кем мы сейчас являемся, но нам больше такими быть не надо. Мы веровали во Христа Иисуса, но наше начальное положение, смотрите, Он его назвал, мы уже говорили, несовершенные святые, это из 12 стиха, а второе Он называет нас кем? День Матери. А мы все младенцы. Стоит слово, младенцы, это не маленькие дети, а младенцы, те, которые ходить не умеют, те, которые есть не умеют, те, которые говорить не умеют, те, которые думать не умеют. Нет, вот эти вот непио, это младенцы, мы все младенцы во Христе Иисусе. И чтобы мы не были младенцами, и две характеристики нас, как у недавнего верующих, они описаны. Первое какая? Колеблющиеся, и еще второе слово, лучше перевести его как носимые, как будто бы вот нас захватывает и несет в одну сторону. Потом раз, ветер поменялся, несет в другую сторону. То есть не твердые, не утвержденные, не укрепленные. Это не для того, чтобы вот дать нам неуверенность, а для того, чтобы поторопить нас возрастать во Христе. Да, это хорошо, что ты уверовал во Христа Иисуса, но тебе надо дальше читать, думать, размышлять и познавать Бога, возрастать Бога. Все, что мы, как человечество, потеряли без Бога, во Христе надо восстанавливаться. Восстанавливаться срочно, изучать Его цели, Его планы, Его дела, Его познавать Бога. Потому что мы как младенцы. И самое страшное, Павел начинает, вот, вторая часть стиха, 14-го, это среда, которая заглушает рост церкви, среда, в которой вот растет церковь, среда, в которой мы, вот, хотя находимся, вот, уверовали во Христа Иисуса, но Павел говорит, что вокруг разные ветры учения. И ребенок, недавно верующий в Иисуса Христа человек, он не до конца еще определяет, где евангельское учение о Боге, а где не евангельское. Потому что не все верующие в Бога спасутся и имеют жизнь вечную. Слышите? Не все верующие в Бога. А кто? Верующие во Христа Иисуса, как в Бога. Это очень важный, важный момент. И разные ветры учения. И самое страшное, самое страшное, что вокруг церкви очень много злых людей. Больше скажу, Павел об этом говорит, что внутри церкви очень много злых людей. И это зло какое? Хитрость, обман и коварство. Очень много людей, категории людей, их еще, начиная даже с книг мудрости, о них описывают и прописывают, что есть род гордый, злой, коварный. Эти люди, да, оставляет Бог жить. Да, их Бог допускает в церкви. И верующие, особенно недавно верующие, для них очень прекрасная среда, чтобы поработить, чтобы обмануть, чтобы как мошеннически узнать, что у них внутри, и потом использовать их по-разному. Ну, конечно же, деньги власти, причина. Чтобы этого не было, что нужно сделать? Расти в Боге, расти во Христе Иисусе, читать Библию, возрастать. Это очень важный момент, очень важный момент. И Павел дальше, следующий стих. Что же нам делать? Я его назвал, наверное, самый главный принцип роста церкви. Что же делать? И Павел его описывает такими словами. Но истинной любовью стоит непонятное слово. Написано, все возвращали. У меня есть перевод. Брат, видно, поработал. Он говорит, все возрастали в того. Но я вижу тонкость здесь, чтобы мы все взращивали, чтобы мы все растили для Иисуса Христа. Все растили, все взращивали. Это удивительная картина, но Павел нам ее... Понимаете, это духовный мир, это духовная жизнь, в которой мы с вами живем. И Павел говорит, вот все, что вам дал Бог, все, что у вас есть, все вот это надо выращивать внутри себя. Для кого? Для Иисуса Христа. Не хватит времени для примеров, потому что мы все разные. И даже здесь примеры нельзя приводить, потому что ты начнешь говорить об одном, и все подумают, да, это вот об этом, наверное. Очень общие слова для того, чтобы достичь каждого из вас. Достичь каждого из нас. Все выращивая. Ну а служение матери, все-таки давайте. Кого она растит? Она растит ребенка. Она растит детей. Для кого? Для Господа. Для Бога. Лидеры. Получается, что мы должны сделать? То есть, доводить до хорошего уровня зрелости христиан, но нельзя оставлять, можно оставить христиан зависимыми от себя, как от лидера, чтобы все время они зависели от тебя. Но я вижу, что задача лидера в церкви, задача матери, задача любого из наших, сделать каким христианином? Самостоятельным. Чтобы все, видите, чтобы мы все это делали. И чтобы мы все свои дары, свои способности, свои дела, мечты, все, что у нас есть, выращивали для кого? Для Иисуса Христа. И каким образом? Написано, каким образом? И я перевел слово, там написано, говоря истину в любви. Но стоит слово, у нас такого нету слова в русском языке, но сами попробуйте. Стоит слово, глагол от корня истина. Мы так не делаем, мы говорим, у нас есть слово говорить истину, у нас делать истину. Но там же одно слово, я изобрел новое слово, истинствуя. Есть такое слово? Это значит говорить истину. Это значит делать истину. Вот истинство, но когда мы говорим истину, или говорим истину, у нее есть обратная сторона, очень сильно ранит. Это правда. И когда вы говорите правду, делайте правду, все, это больно окружающим людям. И что ее может скрасить, обезболить? Это любовь. 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 И когда мы вот так поступаем по истине и в любви, и вот таким образом выращиваем для Иисуса Христа все наши таланты, все наши дела, все наши добродетели, все для Иисуса Христа, речь не идет о грехе. Грех не надо растить, с ним нам бороться. Я понимаю эти вопросы. Все доброе, что у вас есть от Бога, все это делаете. Для Иисуса Христа, который есть глава. И Павел, последний стих, нарисовал картину. Картину роста церкви. Ее надо держать в голове. Эту картину надо, может быть, на занятии с крещаемым преподавать или восстанавливать у себя. Что же делает Бог? Христос – это глава. А мы все тело Его. Но мы все разные части. И что мы делаем? Посредством всяких связей. Это зависимость друг от друга. Мы скрепляемые, связанные. Но что делая? Поступая в истине, в любви друг к другу, мы помогаем. И самим себе и помогаем. Мы помогаем друг другу вырасти. И стоит последнее слово – «любовь». Постоит последнее слово «любовь». Оно стоит там настолько ярко, настолько сильно, настолько непонятно и настолько всеобъемлюще. Его можно перевести тремя, четырьмя способами, вот эту фразу, и все будут правильны. И я думаю, Павел просто родил эту фразу, чтобы она была всемобъемлющей. То есть, получается, церковь должна расти в любви друг к другу и к Богу. Церковь растет с помощью чего? С помощью любви. С помощью любви. Это очень важный момент. С помощью любви. Любви и любовь взращивать в себе друг к другу и к Богу. Вот это смысл. Жизнь и церковь. Расти в этом. Об этом Павел хотел передать. Не знаю, получилось ли истолковать. Но за все, слава Богу. Давайте расти. Не останавливаться. Все, что достиг, это хорошо. Но надо идти дальше. Картина вперед. Мера полного возраста Христа. Возрастайте в любви, в Боге. Пусть вас Бог в этом благословит. Давайте молиться. Аминь. Отец наш Небесный, во имя Господа Иисуса Христа, поклоняемся Тебе, благодарим за Божье Слово. Благодарим Тебя, что Ты милуешь и любишь нас, что Ты спас нас, помиловал Господь. И Ты знаешь вопросы нашей души, потому что мы спрашиваем Тебя, куда нам идти, что делать. И Ты призываешь нас расти, бороться с недостатками, возрастать в Тебе, возрастать в познании Тебя, возрастать в совершенствовании характера, в совершенствовании во всем, всех наших добродетелей, в совершенствовании наших всех природ, которые Ты дал нам дух, душу и тело. Ты нам тело, Ты дал нам волю, чувство и разум, чтобы мы это все приводили в гармонию и в серьезное развитие, чтобы мы работали над собой и помогали друг другу, чтобы мы приходили все в единство, чтобы мы возрастали, и самое главное, чтобы мы делали истинно и с любовью, делали над собой, помогали друг другу. Благодарим Тебя за лидеров, даруй каждого, благослови каждого лидера церкви, благослови, исполни всех сознанием вот этой главной Твоей цели, чтобы церковь совершенствовалась, чтобы мы все были совершенны, чтобы мы предстали каждым перед Тобой совершенные во всем. И все это началось от Евангелия, от веры в Евангелие. Благослови нас всех в этом, и да будет имя Твое прославлено в этой церкви, которая скоро останется совершенно, и которая будет славиться имя Твое во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.